При изготовлении основных для Украины видов колбас конское мясо не добавляют. Скандал в Европе разразился, когда выяснилось, что в местных продуктах известных производителей конины больше 1%. Согласно украинским госстандартам, в определенных видах колбас, а именно в вареных полукопченых и сырокопченых местных изделиях, говядину можно заменять кониной в гораздо больших объемах. Допускает применение в первые и вторые сорта до 10% мяса конины. Впрочем, конское мясо не является основным сырьем для производства колбасы и мясных продуктов. Сейчас конины в Украине крайне мало, значит, добавлять ее в колбасные изделия экономически невыгодно. Не используют по той одной простой причине, что сегодня коневодства на Украине практически нет, а в Одесской области коней можно по пальцам посчитать, и они как представители зоопарка сегодня. Пренебрежение конины в Украине связано как с предубеждениями населения, так и с вкусовыми предпочтениями. Однако диетологи утверждают, конское мясо употреблять можно и даже нужно. Канина, там есть белок. Употребление конины является 100% необходимостью? Нет. Но если она будет в рационе, это уже каждый человек решается. Одесситов мясные проблемы Европы не слишком беспокоят. Людмилу Ивановну волнует не столько наличие конины в колбасе, сколько качество самой продукции и присутствие в ней хоть какого-то мяса. Конечно, лучше качество. А конина или не конина, это уже не имеет значения. Светлана Пензова, Эдуард Шендурович, Сергей Самойлов. Новая Одесса.